Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кейп-поп. Сейчас я отреагирую на первую песню группы Юнис. Группа эта не оба как появившаяся, она была создана по мотивам шоу, развлекательного шоу в новобывании, как обычно, Universe Ticket. В рамках этого шоу оно прошло, по-моему, в ноябре, да, или когда-то предыдущего года. Я его не смотрел, я к тому моменту несколько устал от шоу, может быть, дальше продолжу, а то я потом подряд два или три посмотрел, и как такое уже хватит. Вот, в итоге так и не собрался, хотя, опять же, мои подписчики на Boosty, которые со мной, то есть от чатики, рассмотрели активненько, обсуждали и говорили, что оно, на самом деле, хорошее. Вот, по итогам его было выбрано 8 девчонок, там, совершенно разных возрастов, там вообще принимались девочки, которым даже по 12 лет могло бы быть, то есть, чтобы они родились не раньше 2011 года, на минуточку. Но, насколько кто из них совсем молодой, я, честно говоря, не знаю, особо не проверял. Тем не менее, назначили дебют, группа должна существовать, по-моему, два или два с половиной года, по факту, ну, а дальше видно будет, да, два с половиной года, групповый контракт с компанией FNF Entertainment. И у ЮНИС очень странное стилизованное название, Ю, потом знак Энд, потом Ай, С, аль маленькая, ай маленькая, большое С. Ну, как обычно, корейцы любят как-нибудь так хитро стилизовать название, чтобы его в жизни не прочитать и не написать. Но мы его будем называть, так понимаю, ЮНИС все-таки. Вот, девочек зовут Хёнжу, Нана, Гели, Котоко, ЮНХА, Элизия, ЮНА и СОВОН. Никого из них не видел, никого из них не знаю. Мини-альбом у них первый дебютный, который уже там, по-моему, держом порядка девяти с копееком тысяч продался на момент записи, что, конечно, мало для крупной компании, но FNF – это компания не очень большая, всем новая. Она вообще два года назад была создана, поэтому, наверное, это нормально. Вот, альбом их называется ЮНИС или ЮНИС, я не знаю, ну, по-моему, ЮНИС, наверное, все-таки. И песня, у которой я сейчас буду реагировать, называется Супервумен, Суперженщина. Ну, окей, хорошо, почему бы и нет. Ладно, все, все готовы. Давайте я скажу большое спасибо людям, которые меня поддерживают на Бусти. И часто эти люди как раз в чатике обсуждали. Не все далеко, но, тем не менее, это шоу. Кто-то из них. Итак, Шур, Антон Балютис, Илья Просин, Горш, Евгений Ерин, Банни, Денис11А, Эй и Дмитрий Новоселов. Что ж, спасибо им большое. Не забывайте, что Бусти.То, это замечательный ресурс, на котором мой канал можно поддержать. И давайте смотреть клип, который длится 3 минуты 30 секунд. Супервумен, 3, 2, 1, поехали. А что-то очень медленно. Мне сегодня везет на медленные песни. Вот первая половина группы, я так понимаю. Ну, начало нормальное. Почему-то у них это получилось очень миленько. Забавные ударные, которые похожи на какие-то, знаете, ударные из Рыги. Или на что-то африканское. Это, видимо, японка, да? Или нет? Гадал или не гадал? Напишет в комментариях. Могу ошибаться абсолютно легко. Интересно, какой национальности эта девушка. Который то, что показывали. А этой девочке, видимо, очень мало лет. Прям очень мало, не знаю, 12-13. Я после этого пойду проверять реально. Клик милый. Компьютерный примерно на 99%. Не считая девочек. Ну, а почему бы и нет? Они не все безумно милашные. Я понимаю, так и должно быть. Они очень молодые. И концепты группы милашные. Но они почему-то производят еще более сильное впечатление. Окей, эта песня не то, что меня прям завоевала. Но она, помимо описания милашные, еще и какая-то такая уютная. Какой-то здесь звук очень уютный, оболакивающий. Вокал тоже без надрыва абсолютно. Что приятно, кстати, для новых девочек, которые совсем вот только дебютируют. Они все еще очень молодые. И прям приятно, что они поют без надрыва и без писков. Это очень хорошо. Landed. Они как-то приземлились. Я их поздравляю. На какую-то планету с коронами. Окей. Ну, или как у нас эта штука называется? Корона. Вот он и стилизация. Довольны вы? Как такое прочитать? You and this... Что? Что-то там вроде. Хорошо. Мне стало интересно все-таки, сколько действительно лет девочкам и как их, в принципе, зовут. Ну, как их зовут, я точнее, назвал. Правильно? Правильно, назвал. Осталось понять, как действительно всех зовут. Куда мне делся? Только что список был. Давайте смотреть. Хёнджу, Нана, Гели, Котоко, Юнха, Элизия, Юна, Совон. Итак, это у нас Бель. Бель. Прекрасно, замечательно. Она из Кореи. Чудно. Это у нас Нана. Подразумеваю. Я подозреваю, что она... А, она из Японии. Мило. Ну, кстати, да. Да, если присмотреться. Нет, я бы не угадал, наверное, никогда, что она из Японии. Тут, в данном случае, мое чутьё японки или кореянки. Она даёт сбой очень сильный. Это Джелли. Она из Филиппин. Окей. Прямо реально очень национальная группа, многонациональная. Это у нас Котока. Я угадал. Котока – это японка. Да, по ней прям видно. Очень милая на самом деле. Ладно, давайте ещё раз послушаем. Послушаем? Послушаем. Супервумен. Клип первый. Эть. Поехали. Песня неплохая. Для дебюта совершенно незнакомая группа пока что. Прям мило. Хорошо здесь вокальные тренера поработали и хорошо работают с голосами девчонок настоящими. Не заставляют их пищать. Дают им спокойно попеть. Прям спокойно. Так это нежно. Вот такие моменты здесь есть приятные, опять же, чисто вокально. Песня без надрыва. Это подкупает. Хотя могла быть с надрывом. Её могли сделать пищащей, кричащей. Но не стали. Хорошо. Я про вокал говорю, разумеется. Милота. И даже рэп милашный. У Котаки просто очень милый голос. И так идёт рэп читать караул. Запоминающаяся песня. Правда. Прям реально заряд милоты. Ну и всё такое. По цветам клипа всё розовое. Тут пончики летают. Ну, может, и такой кусок не сильно идёт к клипу. Потому что он такой, типа, драматичный. И, знаете, такой, что ты обо мне думаешь? Хорошая вокальная добивка на фоне. На фоне постоянно кто-то что-то поёт. Хорошо. Хорошо. Мило. Вписывается. Така у меня без Котака. Ну, так чисто первым взглядом. У неё вот это вот... Не только у неё, разумеется, а вот у этой девушки тоже... Получается передать концепцию супер милоты, няшности и вообще какой-то такой невинности, да? Окей. Отличие от другой группы, на которую я реагировал, мне эта песня симпатична. Она мне даже местами понравилась. Она вот... Мне это напоминает... Окей, хорошо, если уж говорить. Видите, когда дебютировала группа, господи, Ice One, их первая песня, La Vie en Rose, она мне не то чтобы сильно понравилась, но она милая, она уютная. Она такая какая-то домашняя, симпатичная, хорошо спетая и всё такое прочее. И она, в общем, вполне себе ок. Я её даже периодически переслушивал. Здесь у меня схожие ощущения. Это не какой-то разрыв, да, но это мило, это приятно, это приятно слушать. Я это, пожалуй, даже переслушаю. Может быть, клип пересмотрю. Вот, посмотрим, что у группы будет дальше. Начало меня, в принципе, впечатлило. Опять же, не до диких восторгов, не до визгов. Но меня вообще редко, когда впечатляют дебютные песни проектных групп. Я вообще с трудом назову дебютную песню проектной группы, которая мне прям вставила по самому. Я не хочу, извините. Ну, не случается такого. Возможно, композиторы, которые пишут такие дебютные песни для проектных групп, они просто работают не на меня, на какую-то совершенно другую аудиторию. Вот, хотя, опять же, я больше часть шоу смотрю, но тем не менее. Ну, и забавно, что одна из самых понравившихся мне дебютных песен такие групп оказалась по мотивам шоу, которые не смотрел. Такое тоже бывает. Ладно, товарищи, напишите, что вы думаете тоже в комментариях, как вам эта группа, кто у вас без, разумеется, и какие песни с этого альбома еще интересны. Может быть, какие-то песни там лучше, чем эта. Все, всем спасибо, всем пока. Благодарю особенно людей, которые меня поддерживают на Boosty, потому что Boosty – это замечательный сайт, на котором можно поддержать мой канал, дать ему развиваться дальше. Вот, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok